Уважаемые коллеги, добрый вечер. Вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Евгокиенко, рядом со мной Дмитрий Шагардин. И мы начинаем видеобрифинг Итого, на котором в течение ближайших 20 минут постараемся посмотреть на текущую ситуацию, подвести итоги сегодняшнего дня, встретить закрытие. И также обсудим основные темы и посмотрим в день завтрашний, что у нас будет дальше продолжать. Будет развиваться ситуация. Так, напоминаю, что Итого это последний из видеобритингов, которые мы подготовили для вас сегодня. Далее во вторник, 18 числа, будем идти по тому же расписанию, которое мы начали с этой недели в 9.45 эспрессо в 11 часов ставки сделанное. Олег Крот расскажет о своих торговых идеях по голубым фишкам. Затем видеобрифинг Прэш Дмитрия Шагардин по основным темам дня. В 15.00 не так страшен чарт Елены Беляевы с технической картиной текущей ситуации. Затем в 17.00 про акции будем смотреть на бумаге эмитента Дальневосточное морское пароходство. Далее, соответственно, в 18.15 также будем подводить итоги дня на видеобрифинге Итого. Вот такой план работы на завтра. Сейчас, Дмитрий, тебе слово. Давай пробежимся по текущей ситуации, что у нас происходит в мире. Не слышим тебя, Дмитрий. Да, все, сейчас должно быть слышно. Нет, не слышно. Говори что-нибудь. Сейчас слышно меня? Да, отлично. Так, все окей, все работает, все хорошо. Давайте пробежимся быстро по основным новостям. Благо, их тут, как оказалось, очень много и не зря мы о них говорили. В общем, фикс, натуральный фикс. Мы сейчас наблюдаем на фондовых площадках. Волатильность в очередной раз повышается. Давайте посмотрим, наверное, на примере графика Евростокс 50, 50 крупнейших европейских компаний. Утро начали, но неплохо, на позитивной нотке. Мы видим, прибавляли фондовые индикаторы европейские. Но затем заявление министра финансов Германии и пресс-секретаря госпожи Меркель о том, что, по всей видимости, 23 октября, напомню, когда должен состояться саммит ЕС, которому в пятницу и в эту субботу активно готовились министры финансов 20 крупнейших мировых экономик и глав центральных банков. Решения по Греции, скорее всего, не будет. Об этом сегодня представители немецкой власти нам сообщили. Говорят, что госпожа Меркель вряд ли встретится у нас с главными центральными банкиров до этого саммита. Хотя вот на этом саммите министр финансов G20 было принято решение, что в течение 7 дней, то есть на этой неделе, надо выработать окончательный план по спасению Греции либо по списанию долгов, которые списания оцениваются в 50% сейчас для частных инвесторов. Но вот крупнейшая экономика Европы, представители этой крупнейшей экономики сказали, что вряд ли в 23 числа что-то будет решено. Поэтому это очень негативная новость на самом деле для рынков. Об этом мы сегодня говорили и все время повторяем, что не дай бог что-то опять, не дай бог, европейские политики проявят какую-то политическую слабость, слабость политической воли. Это сразу же приведет к моментальным распродажам на фондовых рынках, что мы в общем-то и наблюдаем сейчас. Таким образом снижаются весь день планомерно европейские индексы, что в общем не удивительно. И я не удивлюсь, если финансовый сектор является одним из лидеров продаж. Ну да, мы видим, что в Европе финансовый сектор у нас является практически главным аутсайдером торгов, но естественно там банки выделяются. Это очень неплохая новость для банков. И индекс S&P 500 вместе с Dow Jones и Nasdaq теряет сегодня уже процент. И здесь финансовый сектор тоже у нас один из лидеров падения. Я не удивлюсь, что и банковский сектор в Америке сейчас хуже всех себя чувствует. Сегодня была предоставлена отчетность двумя крупнейшими банками Америки. Wells Fargo – крупнейший падежный игрок. Его капитализация оценивается в 40 миллиардов долларов. Это рекордсмен среди финансовых институтов американских. И отчетность представил Citigroup. Его капитализация оценивается в 82 миллиарда долларов. Citigroup отчитался очень хорошо, мы сейчас обязательно посмотрим. Wells Fargo отчитался в рамках ожиданий, но котировки на текущий момент теряют почти 6%. Здесь ничего приятного. Давайте сразу к отчетности обратимся. Василий, я тебе слово передаю. Как бы ты прокомментировал отчетность крупнейших американских банков? Ну не только. Они отчитывались сегодня и нефтесервисные компании крупно отчитывались. Сейчас у нас подгрузится Bloomberg и мы увидим с вами отчетность. Я надеюсь, что мы ее увидим в конце концов. Да. Пока. А вот все, пошел процесс. Все окей. Давай Василий, тебе слово передаю. Как бы ты оценил то, что мы сегодня получили и как это можно интерпретировать на следующей торговой сессии? Трансформеры сегодня хуже ожиданий, обрати внимание. Из Хазбро отчитались. Хазбро плохо отчитался, да. Это производитель игрушек американских, я помню. Один из крупнейших. Тех самых трансформеров, да. И волшебных пони, насколько я помню. Так. По компаниям, которые интерес представляет, сегодня были странные новости, я так думаю. В принципе, в ожиданиях у нас отчитался Холлибертон. Здесь скорее понятно, и по выручке, и по прибыли компания попала в ожидания. Причем попала с ростом. Здесь понятно, здесь отрасль растет, непонятно было. Скажи, какая отрасль? Нефтесервис, да. Нефтедобывающая. Холлибертон – это крупнейшая нефтесервисная компания. Нефтесервис – это помощь, соответственно, добывающим компаниям геологоразведки в обслуживании скважин, ну и там целый комплекс услуг. Соответственно, далее удивили банки американские. Обратите внимание, Сити у нас прибыль на акцию, сюрприз, 50%. То есть на 50% лучше ожидания отчитался по прибыли на акцию банк. Более того, прибыли получились выше, чем в прошлом квартале, прошу прощения, где-то примерно на 20%. На четверть даже, я бы сказал, на 25%. Поэтому совсем странная отчетность. Надо будет посмотреть еще более внимательно. Завтра, может быть, обсудим, что там происходит. Еще до банка, до Сити Группы не дошли руки. Но то, что они отчитались лучше ожиданий, очень странно выглядит, особенно на фоне тех пиков по CDS, которые мы наблюдали на прошлых неделях. Как это объяснить, не знаю. Но новость очень неплохая, потому что главные неприятные сюрпризы, судя по предварительным данным, должны были прийти из американских банков. Здесь мы смотрим и Сити, сами отчитались на 50% лучше, и Волсфаргу. Мы смотрим, да, здесь красный цвет, но всего 0,04% не попали они в прогноз по прибылим. То есть, в принципе, в ожиданиях. И, опять же, лучше, чем в прошлом месяце. По выручке та же примерно самая ситуация. Ну, чуть-чуть снизилась выручка, соответственно, по банку, и немного не попали по ожиданиям. Но согласитесь, что 0,5% это совсем незначительное непопадание. Поэтому здесь также надо упомянуть, что у нас на прошлой неделе JP Morgan отчитался очень хорошо. Соответственно, большая четверка – это JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. Ну, вот вопрос под Bank of America, к этому мы перейдем. Вот три банка из большой четверки отчитались, в принципе, неплохо. Два из них лучше ожиданий, причем в Сити значительно лучше ожиданий. И это хорошая новость этого сезона. Да, мы помним, он не очень хорошо начался с отчетности Alcoa, но вот продолжение вроде как в позитивной зоне развивается. И на этом фоне у нас рынки как раз направились вниз, что странно. Но об этом поговорим позже. Но сейчас, для того, чтобы закончить про завтрашний день, да, Дмитрий, может быть, сразу скажем. Завтра у нас, я так понимаю, Bank of America, где 15.00, да, вот выше на две строчки отчитывается. И Goldman Sachs, соответственно, Bank of America – член большой четверки крупнейших американских банков. И Goldman Sachs – крупнейший инвестиционный банк, соответственно, американский. Поэтому завтра, ну, судя по всему, наверное, тоже неплохие данные мы увидим от этих компаний. Хотя Goldman постоянно снижает уровень риска в последние кварталы. Соответственно, у него прибыль падает, хотя и кэш растет. Поэтому тут тоже… Но самые большие проблемы с CDS были у Bank of America. Да, да, да. Я помню, пару недель назад CDS, страховка от риска дефолта по пятилетним долговым, ой, не долговым, корпоративным облигациям, была максимальной среди всех крупнейших мировых банков. То есть дороже всех стоила CDS, страховка по Bank of America. Но потом наскочили, правда, сейчас итальянские банки вроде там возглавляют списки. Но тут большой вопрос ставим, поэтому завтра… Да, может быть, нашу бдительность усыпляют. Да, да, да. Обращаем внимание, завтра в 15 часов в Bank of America и в 16.00 Goldman Sachs учитывается. Но помимо этого технологический сектор вступает в борьбу. Да, да, сегодня IBM. Сегодня IBM, но уже после закрытия рынка американского. То есть, по сути, завтра это будет. Завтра же Intel учитывается, Yahoo. Вторая по величине компании мира, да. И Apple, да, вторая по капитализации компания в мире после ExxonMail. Так что завтра день очень интересный. Но, правда, основные технологические компании будут отчитываться тоже после закрытия рынка. То есть, уже по факту в среду будем отыгрывать новость на азиатской торговле и так далее. Поэтому завтра все внимание на крупнейшие американские банки. Но здесь хотя бы и на Johnson & Johnson посмотрел все-таки потребительский сектор, как ни крути, тоже важный, важный сектор для американской экономики. Coca-Cola и Harley-Davidson. Тоже интересно будут все компании идти на слуху. Поэтому внимательно смотрим. Сегодня, как и ожидалось, все движения рынка начались как раз после релиза отчетности по этим компаниям, по американским в том числе. У Harley-Davidson тикер на Нью-Йоркской бирже «Красивый Хок». Это «Вепрь». В общем, вот такая статистика, кроме… Кабану лучше Кабану, эмоционально. Кроме статистики, которую мы получали с вами сегодня по релизам отчетности, сегодня экономическая статистика выходила, макроэкономическая точнее, по Америке. Мы об этом тоже много говорили, и статистика оказалась все-таки разношерстной, но все-таки, я бы сказал, в сторону негатива больше. Как-то оттенок такой негативный она за собой несла. Ну, в первую очередь, отмечаем 16.30, тоже о них мы говорили. Производственный индекс Empire State Manufacturing, то бишь производственный индекс региона Нью-Йорк. Данные предварительные. Это первый релиз предварительных данных перед цифрами по промышленному производству за октябрь. То есть мы еще не успели, сегодня только получили промпроизводство за сентябрь, но уже получаем первые предварительные цифры и ожидания по октябрю, наверное. Давай, Василий, с них начнем. Как бы ты относишься к этому бедствию, мягко говоря? Да, в принципе, ну, бедствия-то особого не произошло. У нас чуть выше прошлого значения цифры вышли, хотя вышли значительно ниже, чем ожидания. Ниже ожидания, ждали четырех пунктов минуса, получили, соответственно, 8.48. Ничего смертельного, в принципе, не произошло, но то, что мы остались на отрицательной зоне, это, конечно же, неприятно. И говорит о том, что промышленный сектор, по крайней мере, в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии продолжает снижать деловую активность, а это, естественно, неприятно. Это вот так в моменте, да, неприятно и зафиксировали. Но дальше надо обратить внимание на компонент новых заказов, и здесь мы видим приятную новость. Здесь у нас он выбрался наконец в ноль. Это значит, что компонент новых заказов у нас после длинной серии отрицательных значений в принципе вроде как смотрит на север, то есть пытается расти, а это сигнал к тому, что ситуация скорее стабилизировалась. Непонятно пока, насколько устойчивая тенденция, но вот новость хорошая. И факт, да, вот Дмитрий подчеркивает, а сгрузки растут? Да, сгрузки растут, и вроде как найм какой-никакой пошел по рабочим местам. Скорее никакой. Скорее никакой, да, да, да. Но, тем не менее, средняя проживенность работы снизилась, мы видим, по отношению к сентябрьским данным. В общем, цифры такие очень неприятные, но во всех финансовых клиентах больше говорится про индекс ожиданий, так называемый, который тоже выходит в рамках этого производства индекса, на 6 месяцев вперед, так можно интерпретировать. Здесь цифры очень низкие, к сожалению, здесь минимумы, по-моему, с 2009 года, с марта. То есть ожидания по этому индексу очень такие неприятные, и это тоже надо факт отметить. Поэтому цифры, ну да, есть проблески, но в общем, в целом, конечно… Мрачные. Мрачновато, да, и хуже ожиданий, напомним, два раза ожидали минус 4, получили минус 8. Кроме этого, в 17-15 по Москве были опубликованы цифры по промышленному производству за сентябрь. Несмотря на то, что оказались они в рамках ожиданий, но важен факт понижения цифр по августу, с 0,2% роста до нулевой динамики, то есть никакой. То есть получается в августе у нас экономика американская стагнировала, точнее не экономика, а промышленное производство. Но вот в сентябре чуть-чуть подросла. В общем, цифры, ну, тоже такие есть. В компонентах мы быстро найдем, что там как распределение между обрабатывающими отраслями. Там вот над красной строчкой должно быть summary какой-то. Манифектуринг рост 0.4, значит, за счет в основном производства автомобилей мы росли, но также компьютер и электроника, обратите внимание, достаточно широкая база у роста была в обрабатывающих отраслях. И давай еще посмотрим, да, вот компоненты Utilities у нас в минусе продолжают оставаться, вниз тянут. И майнинг на самом деле особо, ну, то есть добыча полезных ископаемых особого вклада не унесла. Ну, в принципе, не так и плохо, если смотреть на компоненты. Обрабатывающее производство остается, ну, такой в силе. Главная движущая сила – это автомобильная промышленность, которая восстанавливается после вот этих летних, даже весенне-летних проблем с цепочками поставок. И сейчас вроде как есть надежды на стабилизацию некоторую. То есть ситуация не ухудшается. Да, в общем, хорошие цифры слабые, да, но ситуация вроде как не ухудшается. Главное, чтобы она затормозилась, нашла свое дно какое-то и потом уже наконец начала разворачиваться. В общем, такие цифры мы сегодня получали. Больше сегодня ничего из календаря привлекать внимание не будет, поэтому давайте сразу заглянем в день завтрашний. Загрузку мощностей я бы, Дмитрий, вот из того же отчета тоже бы зафиксировал. 77,4. Ну, на самом деле мы редко реагируем рынком на эту новость, но это такой важный фундаментальный показатель для того, чтобы оценить, наверное, близость инфляционной угрозы. А это та угроза, которая связывает руки Федеральной резервной системы в ее желании стимулировать экономический рост денежными всевозможными стимулами. Соответственно, пороговым будет значение где-то в районе, ну, чуть выше 82, наверное, 83. Соответственно, пока у нас здесь простор для маневра, мы видим, есть. И когда мы говорим, тут есть два сдерживающих фактора, это и загрузка мощностей в промышленности, и такая же загрузка мощностей на рынке, соответственно, труда, который называется уровень безработицы. И там, и там у нас, в принципе, достаточно свободные показатели, плюс достаточно низкая инфляция, что, в принципе, могло бы стать основой для QE3. Это я вот такой заход издалека. Хороший заход, почему? Вполне логичный, вполне себя должен оправдать по идее. Так, что мы хотели? Да, мы хотели по завтрашнему дню пробежаться. Под запись, как говорится, выписать себе основные моменты, на которые завтра обращать внимание надо при получении данных из макроэкономического календаря. Но здесь, естественно, по Европе в час дня прежде всего у нас затронут данные по индексу, текущей ситуации индексу в деловой, как оно в среде называется, да, от института ZEW. Данные, безусловно, важные. Данные, к сожалению, опять ожидаются хуже, чем в прошлом месяце. Данные, мы видим, у нас выходят за октябрь. Это говорит об опережающем характере этих цифр. То есть, о деловом настрое в Германии, в еврозоне в целом. Ну, в Германии, естественно, у нас крупнейшая экономика Европы. Тут, безусловно, все это привлекает внимание. И в ЕС в целом тоже будем цифры ожидать. Ну, по Германии пока вот мы видим цифры по экономическим, по текущим ожиданиям. Скатываемся мы в уровне начала 2009-го и где-то такую зону среднюю в 2008-го года. То есть, ниже 40, минус 40 пунктов уже видим, да. То есть, активность деловая в Германии снижается и пока здесь разворота, я так полагаю, не видно даже. Ну, здесь момент такой цифр считается по опросу инвесторов относительно их ожиданий, относительно движения тех или иных отраслей. А инвесторы у нас, как известно, люди, во-первых, боязливые, а во-вторых, обладающие богатой фантазией. Поэтому разворот в ожиданиях, да, которые, ну, вполне возможно, что сейчас какие-то проблески оптимизма у нас были, могут быть зафиксированы в цифре. Поэтому, может быть, не такие плохие данные мы получим. Но тут в точках разворота очень сложно краткосрочные смотреть вещи. Поэтому в любом случае, да, это важная точка и руку надо держать на пульсе в районе часа дня завтра. Да, да, да. Далее у нас 16.30 традиционный блок из Америки выходит, индекс производителей выходит. Здесь, ну, цифры, наверное, не столь важные. Важные, конечно, с одной стороны, уровень все-таки отражает динамику инфляционную. Но здесь пока не ждать каких-то существенных изменений, поэтому вряд ли я думаю… Пока инфляция не стоит… Пока инфляция не стоит на повестке дня, да. Очень интересно будет посмотреть на метод покупки долгосрочных бумаг американского Минфина, то есть покупки трежерис, американских трежерис со стороны нерезидентов. Данные у нас выйдут за август. Я напомню, в августе была объявлена программа Twist американским ФРС, которая предполагает изменение структуры портфеля ФРС. Ну, объявили в Джексон Холле, помнишь? А, да, да. Началась программа у нас в сентябре. Так вот интересно посмотреть, как инвесторы, которые не являются резидентами американскими, то есть тот же самый Китай, Европа, как они реагировали и ожидали, готовились к этой программе Twist. Ну, здесь пока ожидания говорят нам о том, что продавали нерезиденты, американские трежерис, перед этим твистом. В общем, интересно на самом деле. Далее, что еще? Ну и, соответственно, данные по рынку жилья мы будем заинтересовать. Завтра в 18 часов индекс жилья от Национальной Ассоциации Риэлторов. Василий Звук. И вообще надо отметить, что вся следующая неделя у нас будет посвящена, точнее, конец следующей недели будет посвящен данным по жилью, по американскому рынку жилья, строительство новых домов, данных по вторичному рынку. Так что все только начинается. Начинается. Да, все только начинается. Ну, в общем, такой экономический календарь на завтра. Я думаю, все еще записали. И давайте теперь все-таки обратимся к нашей вкладке к US. У нас подходит к концу торги в России. К сожалению, мы сегодня теряем, теряем много 2% и останавливаемся на уровне 1400 пунктов по индексу МВБ. И давайте посмотрим, как торговались наши бумаги основные на российском рынке. Сейчас подгрузится наша традиционная табличка. И давай, Василий, подведем краткие итоги. Нам здесь интересно изменить с начала недели, то есть за понедельник, по сути говоря, с начала месяца, с начала года по нашим основным бумагам. Сегодня очень сильная динамика была в Сбербанке. Она, в общем-то, с начала месяца, мы видим, плюс почти 12% бумага прибавил. Поэтому на прошлой неделе, по-моему, рост на 17% был. По всей видимости, на ожиданиях того, чего сегодня сказал нам Герман Греф о том, что планы по СПО будут приняты в ближайшие недели. Бумага сегодня выстрелила почти на 5%, но по итогам дня укатали бумагу на 2 с лишним процента вниз. ЗТБ, в общем-то, не отличался особым позитивом. Вместе со Сбером ушел вниз больше, чем на 2%. Хотя с начала месяца теряет 2%, в то время как Сбер прибавляет почти 12%. Ну и, соответственно, с начала года динамика здесь тоже сильная разница. Посмотрим, чем все это дело закончится. Из металлургов интересен ТНК, который неплохо себя чувствует и с начала месяца, и сегодня. Бумага продолжает рост. Очень неплохо, но с начала года потери, конечно, впечатляют. Здесь почти 43% трудной металлургической компании. Неплохо себя чувствовали акции золотозывающих сегодня. Компании «Полюс золота» и «Полиметалл». Но обе компании меняют свою прописку на Лондон. «Полюс золота» уже переехал, и «Полиметалл» сейчас в активном процессе, в активной стадии переезда в Лондон. Уезжают у нас, к сожалению, компании такие хорошие. Да, до 20-х чисел там действует оферта, поэтому… Если есть желание, у кого еще на балансе остались акции «Полиметалл», можно поучаствовать в оферте и обменять свои акции на деньги. Благо, что средняя цена за 6 месяцев, по-моему, выше, чем в текущей котировке, поэтому есть смысл там подзаработать, может, немножко. Ну, так, в общем, группа основных компаний «Металлургов» чувствовала себя сегодня в чем-то даже хуже рынка. Из ликвидных бумаг ММК минус процент 0,7%, Распадская минус 2%, Норникель тоже сегодня потерял существенно Северсталь. Хуже рынка смотрелось, НЛНК хуже рынка. И Мечил, тот самый Мечил, минус 5%, тоже, в общем, динамика слабая очень. Но по итогам месяца очень интересный расклад по бумагам. ММК плюс 22%, НЛНК плюс 18%, и Северсталь плюс 11%. Я бы здесь даже, наверное, на Северсталь делал ставку и на Мечил, на самом деле. Бумаги здесь очень интересные, но конъюнктура мирового рынка меняется очень стремительно. Естественно, бумаги будут подвержены общему движению. И сектор пока смотрится очень слабо, безусловно. Потери по Мечилу 60% с начала года. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Но рынок беспощадный может еще и дешевле стоит. Да, да, да. Я-то думаю, что мы более интересные увидим с тобой цены ближе к концу недели. Собственно, об этом мы в пятницу обсуждали с тобой на видеобрифинге ИТОГО по результатам прошлой недели, когда составляли план на эту. Я бы на самом деле сейчас спустился бы к нефтянке, потому что второй эшелон как бы надо на таком. Давай вкратце скажем, что мы на этой неделе планируем про коленщиков поговорить, про Урал-Кали и Акрон. В наших брифингах про акции завтра говорим про дальневосточное морское пароходство. А вот на среду, на четверг планируем про Акрон, про Урал-Кали поговорить. Поэтому, если кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. В 17-м году мы обычно стартуем с нашим брифингом. Так, вот и нефтянка Василий. Хотел? Да, нефтянка у нас в лидерах снижения. Даже не выбрать все, кого шортить сегодня. В смысле, завтра на завтрашний день. Тут, да, без особых идей. Как-то ровно мы снижаемся, несмотря на... Да, ровно, верно, да. Ну, вместе с нефтью, нефть, я напомню, снижается оттолкнулась от важных уровней сопротивления. Мы о них тоже говорили много. Не удержалась на этих хаях. И сейчас уже со 112,5 на 110 уехало. Потери по нефти там тоже порядка полутора процентов, если не ошибаюсь. Сегодня, в общем-то, такая динамика... Я думаю, процентов 10 по нефти вниз к 100, как минимум. Можно сделать, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки сегодняшнее снижение во многом условлено, ну и, конечно, статистика американская, но и заявлениями немецкого Минфина. Вдруг они мнения завтра свои победят. И нас будет ждать очередной ралли, поэтому тут так все очень на волоске подвешено. Ну, в общем, из нефтянки еще раз повторяем, что Сургут нефтегаз – это явно аутсайдер с начала года и с начала месяца. Интересно, что в прошлом месяце бумага очень сильно смотрелась по отношению с ним, когда очень сильное падение мы наблюдали по рынку. Сургут очень неплохо себя чувствовал за счет роста доллара и, соответственно, баланса денежных средств, которые номинированы в долларах. Поэтому, если сейчас продолжится поднижательная сильная динамика по доллару и по нефти, то Сургут может неким защитным инструментом на среде нефтяников выступать, как это бы странно не звучало на самом деле. И по-прежнему продолжают свой рост холдинг МРСК. Бумага по-прежнему держится в плюсе и с начала месяца здесь рост на 14% явная сила какая-то покупательная есть бумаги, но с начала года минус 53% – это явно аутсайдер среди наиболее торгуемых бумаг из электроэнергетики, поэтому будем пристальное внимание уделять этой бумаге. Плюс мне понравилась сегодня новость от наших коллег из ВТБ Капитала, которые пророчат холдинг МРСК в включение в состав индекса MSCI Russia. По всем трем показателям, не буду в подробности отдаваться, но по всем параметрам, которые позволяют включить бумагу в расчет индекса MSCI Russia, холдинг МРСК проходит, напомню, что пересмотр этого индекса будет проходить у нас 15 ноября. Ребалансировка и у холдинга МРСК высокая вероятность того, что он туда попадет. И это очень сильный фундаментальный фактор, потому что, напомню, по Ростелекому ситуация была совсем недавно, в последний раз, когда пересмотрелся MSCI Russia, и индекс Ростелеком продемонстрировал безумную динамику восходящую, очень хорошую, поэтому здесь я бы тоже ждал интерес со стороны нерезидента, возможно. Поэтому идея есть в бумаге, и пока она реализуется, объемы растут очень серьезно. Вопрос, Дмитрий, есть про оферту по полиметаллу и по полюсу. Как можно принять участие? Есть интересованность в вопросах. Звоните. Да, это с клиентскими менеджерами вам надо связаться. Да, конечно, они в курсе, они нас уже задавали вопросы по поводу этих офер, поэтому вопросы все к ним задавайте, звоните, там бесплатные федеральные номера есть, и питерские и местные вам на все вопросы ответят. Если пожелаете участвовать, естественно, примут вашу заявку и обработают. Со всеми условиями вы ознакомитесь, позвонив в клиентскую службу. Ну, Василий, давай, у нас рынки, правда, уже закрылись. Давайте попробуем сделать прогноз на завтрашний день, хотя мы чуть-чуть не успели сейчас с прогнозами на завтра. Индексы закрываются на уровень 1400 пунктов. И что здесь у нас? Мы отработали сегодня уровень коррекции в 62%, чуть-чуть выше, да, забрались по индексу МВБ. От снижения с, получается, с сентября, с максимума с сентября по минимуму октября. Это волны падения. И благополучно спустились на уровень 50%, то есть отработали 50% вот этого снижения. Что здесь следует отметить? Ну, на моих графиках, ну, в общем-то, тоже здесь мы отвечали очень важный уровень, возможность сопротивления к индексу МВБ, который выражен как раз… Так, сейчас я поправлю вот этим нисходящим… нисходящей от этой вот линии сопротивления, которую мы сегодня протестировали, и благополучно от нее отскакиваем вниз. Ну, вот как раз мы вниз от нее очень хорошо пошли в сентябре месяце, несколько раз поудавились под нее и вот полетели вниз. Тут тоже мы ее сходу не смогли пробить, но посмотрим, чем эта битва закончится. Пока все индикаторы и по доллару, и по нефти, и по индексу СНП смотрят, честно говоря, с таким желанием развернуться вниз все-таки. Очень сильный был рост. Не развернуться, а скорректироваться пока. Ну, скорректироваться пока, да. И индекс РТС. Здесь, прежде всего, интересен фьючерс на индекс РТС, наиболее торгуемый фьючерс. Здесь 140 тысяч пунктов. Мы в мегатуре не встали и на нем и замерзли, что, в общем-то, хорошо. И плацдарм нам какой некий дает на завтрашний день. Ну, посмотрим, чем закончится. Я думаю, что все будет зависеть от того, как сегодня торгуются, конечно, Соединенные Штаты Америки, потому что там по графикам тоже очень картинка интересная складывается по индексу СНП. Вроде как мы вышли из-за предела коридора, в котором мы торговали с нисходящего канала, но сейчас мы опять устремились вниз к уровню 1200 пунктов. Ну, тут как бы сложно какие-то прогнозы, на самом деле, сделать. Я, наверное, не решусь. Все-таки я буду придерживаться той стратегии, которую мы с Василием озвучили в прошлую пятницу. И мы рекомендовали через пятницу, через выходные, не переносить позиции свои торговые, да. Хотя сегодня утром ситуация вроде сложилась благошклонной к покупкам, но она резко сменилась благодаря тем событиям, о которых мы уже с Вами озвучили. Ситуация неопределенная, и вся неделя, по всей видимости, будет неопределенной, потому что очень много экономических данных будет выходить из экономического календаря, и очень много публикаций финансовой отчетности со стороны американских корпораций. Поэтому будет волатильность. Скорее всего, я думаю, что уйдем в боковик, наверное пойдем в некий какой-то заляжем, потому что очень много событий, и ожидание саммита 23 октября в конце этой недели все-таки будет тоже немаловажным фактором. Поэтому еще мы забыли сказать, завтра утром в 6 утра публикуется огромнейший блок статистики по Китаю, промпроизводства, УВП, поэтому тем более мне тем сложнее делать прогноз на завтра, потому что действительно очень много еще цифр мы увидим сегодня ночью, точно завтра утром. Так что как-то так слушайте, завтра Василий вам скажет, куда рынки пойдут завтра утром. Ну на этом давайте заканчивать. Да, на этом закончим. Всем спасибо большое за участие. До завтра. Завтра еще поторгуем. Да, всем до свидания. Закиси на сайте brokerkf.ru на youtube.com brokerkf. Пожалуйста, ознакомьтесь. Сегодня мы с Василием в блоке про акции и говорили про NMPP. Кому интересно, бумага мало интересная, но бризинг надеемся, что получился довольно интересным. Всем до свидания.